Вы смотрите итоговый выпуск программы Де Факто об событии и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. Убил маму шестилетнего мальчика, ребенка отвел на станцию, оставил на перроне. Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве россиянки. В деле нападения на гомельчанку двое задержанных, третий находится в розыске о подробности громкого преступления недели. Противопожарная безопасность, какие поступки приводят к трагедиям и как спастись, если случилась беда, разбиралась Вероника Гомзюкова. О причине пожара в гомельской многоэтажке, который унес жизни четырех человек, а также статистики и профилактики возгораний, поговорим с экспертом. Начнем с обзора главных происшествий за неделю. Сотрудники милиции задержали мужчину, которого подозревают в убийстве матери шестилетнего ребенка. 26 сентября тело женщины, присыпанное землей, нашли на даче в деревне Круговец. К преступлению оказался причастен местный житель, подрабатывавший на подворьях у дачников. После совершения убийства подозреваемый взял за руку сына хозяйки и повел его к железнодорожной станции Салтановка. Сел в поезд, а мальчика оставил на перроне. Брошенного ребенка приметила кассир. Она отвела его в местную школу, где директор сообщил о случившемся в милицию. В ходе разбирательства выяснилось, мальчик вместе с мамой приехал на дачу из России. Там остался их папа, который впоследствии приехал в Беларусь, чтобы забрать ребенка. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Спасателям при помощи буксировки пришлось откреплять друг от друга легковушку и грузовик, которые, столкнувшись, намертво сцепились между собой поврежденными фрагментами кузова. ДТП произошло в Светлогорском районе на трассе Р-82. Изначально легковой автомобиль Volkswagen Passat лоб в лоб столкнулся с автомашиной Renault, после чего первую иномарку отбросило под грузовик. Чтобы деблокировать из машины водителя, спасателям пришлось сначала при помощи троса растащить два автомобиля, а потом воспользоваться гидравлическим инструментом и высвободить водителя. Мужчину госпитализировали. Сел за руль и стал виновником ДТП. В Нарулянском районе 31-летний мужчина отправил в кювет автомобиль Москвит 412. Водительского удостоверения он не получал, зато решил с ветерком прокатиться на раритетной модели советского автопрома. В итоге на закруглении дороги не рассчитал скорость, потерял управление, съехал в кювет и опрокинулся. Помимо водителя в салоне находился 34-летний пассажир. Оба были госпитализированы. А в Гомеле травмы головы получила 83-летняя женщина-пешеход. Во дворе жилого дома на улице Бочкина на нее наехал водитель, которая двигалась задним ходом на автомобиле Renault Laguna. Пенсионерку доставили в травматологическое отделение Гомельской областной больницы. Пропавшую в лесу Лельческого района пенсионерку нашли живой. Напомним, сообщение с просьбой о помощи в поисках 58-летней женщины поступило спасателям 3 сентября в начале 11 ночи. Пропавшая отправилась в лес за грибами в районе деревни Приболовичи. К позднему вечеру о ее местонахождении ничего не было известно. К поискам подключились сотрудники МЧС, милиции и местные жители. Утром 5 сентября пенсионерку обнаружили в лесу ее родственники. Эта рабочая неделя началась из дерзкого разбойного нападения. Трое преступников налетели на владелицу БМВ. Они избили ее и, затолкав в машину, уехали. Случайные освидетели сообщили об увиденном в милицию, благодаря чему правоохранители смогли задержать нарушителей. Подробнее о самом дерзком нападении года в сюжете наших корреспондентов. В понедельник в 20.40 в оперативно-дежурную службу Советского РОВД Гомеля поступило сообщение. Неизвестные избили женщину, затолкали ее в машину и скрылись. Информацию передали в милицейский эфир. И вскоре все мобильные и пешие наряды милиции искали белую БМВ. Машина была замечена экипажем ГАИ во время движения в сторону областного центра по трассе Чернигов-Гомель. Законные требования об остановке водитель иномарки проигнорировал. Служебный автомобиль начал преследование. Позже иномарку обнаружили на улице Севастопольской. За рулем находилась 35-летняя владелица машины. На теле пострадавшей имелись следы от побоев. Прибывшие на место медики осмотрели ее и госпитализировали в Гомельскую областную клиническую больницу. Пациентка поступила в отделение с легкой черепно-мозговой травмой. Проведен весь комплекс лечебных диагностических мероприятий. Общее состояние с положительной динамикой на данный момент расценивается как удовлетворительное. В ближайшее время планируется выписка на амбулаторное лечение. Перед тем, как пострадавшую увезла скорая, она сообщила приметы преступников. Оперативники и бойцы ОМОНа по горячим следам в советском районе задержали одного из нападавших. Им оказался 17-летний гомельчанин. На следующий день задержали его брата. Он купил машину и собирался уехать из города. Когда молодой человек увидел служебный автомобиль милиции, резко включил заднюю передачу и попытался скрыться, но был задержан. В ходе осмотра салона иномарки в кармане солнцезащитного козырька оперативники обнаружили деньги. В ту же ночь сотрудники милиции задержали 17-летнего парня. Во вторник был задержан его родной брат. С ним сейчас работают следователи. Младшему брату уже предъявлено обвинение в разбое, совершенном группой лиц. И к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня стало также известно, что и второму молодому человеку предъявлено обвинение, и он заключен под стражу. Третьего нападавшего еще разыскивают. Его фотография широко растиражирована в СМИ, и поэтому мы просим граждан, у которых есть какая-либо информация о его местонахождении, обратиться либо в дежурную часть областного следствия, либо позвонить по телефону 102. Именно здесь и произошло похищение молодых людей, совершивших преступление, тут видели часто. Они приходили к знакомой, которая жила на первом этаже. Наглядно их знают многие жители дома на Быховской, 95. Их наглядно видели, как они у подъезда подели, на скамейке сидели. Но откуда кто знал, что так получилось. Когда они, говорят, поднялись у подъезда, а эти парни с подъезда выходили. Она обычно сюда подъезжает, и вот на это место. Это нормальная женщина. Нормальная женщина. На сегодня известны подробности произошедшего. Избив и затолкав хозяйку белого БМВ в машину, преступники выехали за город в сторону пункта пропуска Новая Гута. На тот момент в багажнике ее авто находилось 5000 долларов и чуть больше 400 белорусских рублей. Остальные детали похищения женщина рассказала нам сама. Было несколько ударов, но когда я уже лежала, валялась на асфальте перед ступеньками, мне несколько ударов наносились ногами. Кто это делал, я не могу сказать. Что было силы, вырывалась и кричала. А меня, получается, в мою же машину на заднее сиденье погружают и вдвоем садятся по бокам. Они кричали, рот закрой, мы тебя убьем, мы тебя сбросим с моста, ты думаешь, ты просто так к тебе попал. Они несли всякую чушь, что могло бы меня только запугать. И все, что я могла бы сделать для того, чтобы достать, я думаю, деньги для них. Требовалось изначально, ну, как бы речь заходила в 15 тысяч долларов. По Белеце ехали где-то точно, не знаю, но настолько быстро, что по трассе столько не ездят. Это было, наверное, километров 200, а может быть больше. Не смотрелось ни на что, ни на машины впереди идущие, на светофоры, летели на красный. Ну, была вероятность того, что пострадать могут очень много людей, ну, не считая машины, на которые ехала я. И заехали в тупик, было там железное пути. Дальше ехать им уже было некуда, они меня бросают. Сейчас женщина готовится к выписке. Милиция продолжает поиски третьего участника преступления. Если вы видели его или располагаете какой-либо информацией, обратитесь по телефону, указанному на экране. В жизни часто возникают различного рода происшествия и экстремальные ситуации, которые требуют быстрого решения. В такие моменты нужно уметь правильно оценить обстановку и выбрать наиболее эффективный способ выхода из положения. Одна из бед – это пожар. Что делать, если вы оказались в центре возгорания? Как с ним справиться? К чему приводит неосторожное обращение с огнем? Ответы на эти и другие вопросы в репортаже Вероники Гомзюковой. 30 августа ночью телефоны спасателей разрывались от сообщений о пожаре на улице Народного оболчения в Гомеле. К месту происшествия незамедлительно выехали экипажи пожарных. По прибытию они увидели, как из окон квартиры на восьмом этаже вырывается пламя, а на земле лежит мужчина без признаков жизни. По словам очевидцев, он выпрыгнул из окна, спасаясь от огня. Когда пламя удалось сбить, пожарные проникли в квартиру. На полу они обнаружили двух погибших женщин и едва дышавшего 55-летнего хозяина квартиры. Мужчина получил многочисленные ожоги тела и дыхательных путей. Его госпитализировали. Однако от полученных травм он скончался в больнице. Таким образом, количество жертв на этом пожаре увеличилось до четырех. По факту произошедшего пожара проводится проверка Следственным комитетом. И одна из рассматриваемых версий возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. С начала этого года в нашей области произошло 623 пожара. 98 из них в августе. За 8 месяцев погибли 38 человек. Чтобы предупредить новые трагедии, спасатели проводят профилактическую работу. В этом помогает Центр безопасности, расположенный на территории лицея МЧС. Здесь проходят обучение и взрослые, и дети. Посетители Центра учатся тушить пожар огнетушителям, а также практикуются в вызове служб спасения по телефону. Важно не только самостоятельно выбраться из беды, но и помочь людям, которые в ней оказались. Центр безопасности начал работать в 2015 году. Только за этот год здесь побывали больше, чем 6,5 тысяч детей и взрослых. Только представьте, за все время его работы посетили 62 тысячи человек. Центр такого формата был первым во всей стране. Именно он стал примером для подобных учреждений в других областях. Центр рассчитан на посетителей разного возраста. Для совсем маленьких здесь показывают поучительные фильмы, старшим предлагают пройти квест о безопасности. Здесь важные для жизни знания подают через интерактивные площадки. Ведь в случае настоящей чрезвычайной ситуации люди часто паникуют и забывают все правила из уроков ОБЖ. Основная цель этого центра – научить правильным действиям в условиях экстремальных ситуаций. Центр безопасности является уникальным заведением, которое реализует очень важную задачу воспитания культуры безопасности жизни и деятельности у подрастающего поколения. Он пользуется огромным успехом. Детям очень нравится форма подачи информации, интерактивная, что вызывает, собственно, огромный интерес. В зависимости от времени года экскурсии, которые проводятся в Центре безопасности, отличаются по своему содержанию. Уклон всегда делается на сезонные виды чрезвычайных ситуаций. Кроме того, оперативно разрабатываются новые программы. Планируется ввод в эксплуатацию площадок по дополненной реальности, благодаря которым с помощью планшетов можно будет воочию увидеть, как развивается чрезвычайная ситуация. Одна из задач работников Центра – научить детей тому, что спички не игрушка. Эксперименты с ними – распространенные причиной гибели и травматизма. На сегодняшний день в Гомельской области намечена тенденция увеличения количества пожаров по причине детской шалости с огнем. Еще раз хочется напомнить родителям, что оставление несовершеннолетних без присмотра влечет собой вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, прежде всего пожаров. Зажигалки, спички и другие горючие вещества должны храниться обязательно в недоступных для детей местах. Неосторожное обращение с огнем и детская шалость – главные причины пожаров. Вот, например, в июле в Мозырском районе погиб мужчина. Его соседи, женщина и трое детей остались живы благодаря спасателям. В мае этого года в Лепеле на пожаре погибли мужчина и женщина. Не обошла трагедия Иреческий район. Там в апреле сгорел хозяин дома. Все пострадавшие были неработающие, некоторые вели социальный образ жизни. Убедительная просьба соблюдать правила пожарной безопасности, устанавливать в своих домовладениях автономные пожарные извещатели, которые позволят своевременно обнаружить возникновение пожара и незамедлительно при выявлении фактов возгорания незамедлительно сообщать дежурную службу МЧС по номерам 101 и 112. Если вдруг вы почувствовали запах дыма или обнаружили в квартире пожар, который не в состоянии потушить, не рискуйте, вызывайте спасателей. Плотно закройте все двери, плотно заткните под ними все щели тканью и при возможности обливайте двери водой. Выйдите на балкон и дождитесь спасателей. Влажной тканью закройте дыхательные пути. Выбирайся из задымленного помещения и перемещайтесь на четвереньках, ближе к полной температуре ниже, и там больше кислорода. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом. Помните, ваша жизнь гораздо дороже всего того, что есть в квартире или доме. О профилактике несчастных случаев на пожарах действий людей в условиях чрезвычайных ситуаций и безопасной эксплуатации отопительных приборов прямо сейчас в этой студии поговорим с начальником отдела надзора и профилактики Гомельского областного управления МЧС Дмитрием Галкиным. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Дмитрий Алексеевич, в чем же все-таки причина пожара на улице Народного ополчения? Есть ли какие-то точные уже данные на сегодняшний день, либо можем говорить только о предварительной версии? Ну, сегодня мы можем говорить о том, что назначены ряд технических экспертиз, работают соответствующие службы, пока о конкретной причине пожара говорить рано, но предварительно можно сказать, что причиной послужила пожара и гибель у людей это неосторожность при курении. Непогашенная сигарета, состояние алкогольного опьянения, вот результат. Одним из условий – это алкогольное опьянение этих граждан. Состояли ли они на каком-либо из видов профилактического учета? То есть владелец квартиры, может быть, гости, которые находились в ней? Если говорить про владельца квартиры, то да, он состоял на различных профилактических учетах. Квартира неоднократно обследовалась смотровой комиссией, обследовалась и работниками жилищно-эксплуатационной организации. Ну, имела репутацию, скажем так, неблагополучной квартиры, где проживал такой гражданин, который злоупотребляет спиртными напитками, который использовал свое жилье для того, чтобы приглашать для распития. То есть жалобы поступали неоднократно? Жалобы были, но однако с такими гражданами затруднительно все-таки вести работу профилактическую. Но в то же время, я еще раз повторюсь, человек находился на различных учетах. Он находился с 2016 года в ЛТП, где проходил лечебно-трудовой профилакторик, где проходил лечение. Была отключена электроэнергия, была отключена газоснабжение, вода, водоснабжение и была задолженность за оплату за коммунальные услуги, за проживание. То есть такой притон, да, наверное? Да, имел репутацию притона. Как часто вообще происходят трагедии на пожарах и в условии употребления алкоголя? Это, наверное, верный путь, если человек пьет и не может остановиться, когда-нибудь случится беда. К сожалению, да, все правильно вы говорите. К сожалению, условием гибели людей не только на пожарах, но и гибели людей от внешних причин является состояние алкогольного опьянения, злоупотребление спиртными напитками. Это не только гибель на пожарах, но это утопление, это ДТП, это обморожение, это, к сожалению, самоубийство. Как быть соседям, чтобы в подобных ситуациях не доводить до таких трагедий? Что делать людям, куда звонить, куда обращаться? Могут ли они как-то повлиять на своих соседей, которые ведут неблагополучно социальный образ жизни? Сегодня люди, которые проживают по соседствам с такими нерадивыми неблагополучными гражданами, на 100% не могут себя обезопасить. Но, наверное, нужно задуматься о том, что могут принести эти люди. Это установить себе автономный пожарный извещатель, оповестить соответствующие службы. Это органы внутренних дел, жилищно-коммунальное хозяйство, ЖЭУ, на территории которой находится данная квартира. То есть те органы, на которые могут повлиять, таких граждан, которые живут по соседству. Новый учебный год начался, соответственно, много молодежи, учеников пошли в школы. В связи с этим, что бы вы хотели сказать? Потому что меры профилактики распространяются и на молодежь. И очень часто дети становятся участниками возгораний и подобных чрезвычайных происшествий. На что должны обратить внимание как дети, так и родители? Да, начался новый учебный год. И традиционно спасатели идут в школу для того, чтобы оказать помощь родителям, оказать помощь преподавателям. Мы проводим уроки безопасности, где рассказываем детям про правила безопасного поведения. Не только в школе, но и в быту, и дома. Это одна из этапов акции, которую мы традиционно проводим. Далее я хотел бы сказать о том, что, к сожалению, и присутствуют условия, способствующие детскому травматизму и детской гибели. Это также оставление детей без присмотра. Да, были случаи всех в памяти, падение детей с высоты. Это через окна, где прикреплены москитные сетки. Это, по-моему, постоянно происходит, каждый год один до два факта в Гомельской области случаются. Совершенно верно, да. В случае утопления и все условия, в которых были оставление детей без присмотра. Я хотел бы в очередной раз обратиться к родителям. Предусмотрено уголовным кодексом статья 159 «Оставление в опасности». Бывают такие случаи, когда родители закрывают детей в доме для того, чтобы решить какие-то свои вопросы. Пойти в гости к соседке на пять минут, либо сходить в магазин, либо встретить кого-то из родителей и вернуться уже с ними вместе в дом. И, как правило, по возвращению обнаруживают, что беда. Насколько это вообще целесообразно так делать? Ну, вообще, как мы уже говорили, нельзя ни в коем случае ребенка оставлять одного. Это первое правило. Сегодня, как я говорил, свежи в память те случаи, которые мы... Год назад у нас была трагедия в Рогачевском районе, где погиб на пожаре ребенок. Про эти случаи я тоже неоднократно говорил. Сегодня мы должны знать, что ребенок не ищет опасность, он просто играет. Сегодня родители должны понимать, что самый критический возраст и опасный возраст – это 5-6 лет. Где не понимают дети, не осознают, в чем все-таки опасность этих предметов. И поэтому запирать ни в коем случае детей, особенно запирать, категорически нельзя. Век технического развития, в наш техногенный век, все-таки дворы и площадки не стали безопаснее, в каком-то смысле. Ведь очень много транспорта, и часто этот транспорт мешает проезду специальной техники. А как-то ситуация решается? Да, это, к сожалению, проблема. Проблема, наверное, всех. И даже вот этот случай пожара, который был на народном ополчении, об этом говорит. Но это проблема, наверное… То есть там имелись трудности какие-то? Трудности имелись. Понятно, есть трудности. Понятно, сегодня, если посмотреть в вечернее время, сегодня транспорт возле жилых домов припаркован настолько, что затруднительно проехать. И даже скорая породит? Да, совершенно верно. Не только пожарным автомобилям, но скорой, других специальным службам. Я хотел бы обратиться, пользуясь случаем, к жильцам многоквартирных жилых домов. Все-таки нужно понимать, где вы оставляете свою машину, и может ли эта машина воспрепятствовать ваш автомобиль, воспрепятствовать специальной технике для проезда. Впереди у нас отопительный период, где очень часто люди прибегают к использованию электронагревательных приборов, приборов отопления, а также печного отопления. Что можете посоветовать в этой связи? Да, впереди отопительный период. К сожалению, он тоже нам приносит определенную статистику, которая 15-20% от общих пожаров происходит в этот период и по причине нарушения транспортации приборов отопления, электрической проводки и так далее. Поэтому я бы хотел порекомендовать людям, которые имеют жилье, где устроены отопительные печи, все-таки обратить особое внимание, подготовить свое жилище к отопительному периоду. Если у вас имеется отопительная печь, то нужно все-таки ее отремонтировать, заделать трещиной, прибить тот же самый притопочный лист, очистить от сажи, посмотреть, все ли у вас в порядке на чердаке. То есть отнестись к этому нормально, как говорится, по-хозяйски. И при использовании электрообогревателей нужно обратить внимание на состояние электропроводки. Совершенно верно. Мы сегодня, понимаете, живем в век технологий, сегодня электрические сети у нас, ну, скажем так, способны ли они вынести ту нагрузку, которую сегодня мы им предлагаем, да, это утюги, это чайники, это микроволновые печи, это холодильники и так далее. Поэтому здесь тоже надо отнестись, все-таки посмотреть на электропроводку, если были уже факты такого искрения, да, то есть обратиться к специалистам и отремонтировать. Очень часто, знаете, как люди, когда особенно вот межсезонье, да, отопление еще не включили в квартирах, жильцы включают обогреватели и, как правило, на ночь, да, потому что эти ночи холодно без них. Правильно ли это? По-моему, опасно? Да, опасно. Все, что мы включаем на ночь, оставляем в розетке, в электрической сети, все несет опасность. Любой электрический прибор несет опасность. Поэтому я еще раз пользуюсь случаем, телезрителям рекомендую все-таки установить автономный пожарный извещатель и обезопасить таким образом себя. Не раз такой прибор спасал жизни жителей Гомельской области. Дмитрий Алексеевич, я благодарю вас за конструктивный разговор. Спасибо. Еще хотел сказать, что традиционно перед началом отопительного сезона спасатели идут в жилой сектор, совместно заинтересованность, совместно заинтересованность, у нас так и называется акция, акция за безопасность мести, где мы людям разъясняем требования пожарной безопасности, требования к печному отоплению, говорим о том, что нужно привести свое жилище в соответствующий вид. Не нужно этого бояться. Я призываю граждан всех, что можно даже обратиться к нам в районное дело по чрезвычайным ситуациям с заявлением. Мы выйдем, мы посмотрим, все ли у вас в порядке, соответствующее дадим рекомендации. И это все на бесплатной основе. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец» подборка происшествий, попавших в объективы видеокамер, телефонов, регистраторов и систем наружного наблюдения со всего мира. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ей даже удалось проехать на таком авто более километра. А этой многодетной семье из Индии минивэн не нужен. В него эти люди превратили свой мопед. На двухколесном транспорте уместилась вся семья. Родители, пятеро детей, курица и две собаки. Женщину в этом скоплении пассажиров разглядишь не сразу. Она оказалась зажатой со всех сторон. Зато все остальные члены семьи, судя по кадрам, чувствуют себя неплохо. Этакое бодрящее семейное путешествие с ветерком. Следующее видео показывает, как опасно порой бывает ездить на мотоцикле. Мужчину и женщину подрезал байк, который после обгона стал возвращаться в свою полосу. Сам Шумахер после столкновения мотоцикл удержал. А вот другой водитель потерял над своим транспортом контроль. И после падения его и пассажира протянуло по асфальту несколько десятков метров. Фантастический набор трюков и уловок, достойных сцены большого экрана, продемонстрировали два юных друга во время похищения садовой тачки со стройплощадки. Подростки не доросли до съемок полноформатных картин, зато попали в объектив камеры наружного наблюдения. Кража года произошла в Белореченске Краснодарского края. Дети попытались выкатить с территории садовую тачку, но калитка и ворота на их пути оказались закрытыми. Сил, чтобы попросту перекинуть украденное добро, у них не хватило. Зато смекалки и идеи оказалось достаточно. Из подручных средств они стали строить леса. Но тачка то и дело выпадала из рук. Не раз прямо на юных похитителей. Наконец, соорудив устойчивую конструкцию, они смогли перекинуть тачку через ворота. Привечательно, что за ними в нескольких метрах от калитки в тот момент проходила женщина. Но к действиям подростков она осталась равнодушной. В общем, с грохотом и хохотом дети своего добились. Но оставили на месте преступления рюкзак. Еще в самом начале эпопеи один из юных похитителей снял его с плеч, чтобы тот не сковывал движение. Неизвестно, нашли ли воришек, но свои минуты славы они точно достойны. Кадры из Новороссийска, где КАМАЗ протаранил бетонные ограждения на строящейся дороге. Машина шла на полном ходу по участку трассы, на котором рабочие еще не положили асфальт. Перед препятствием водитель не сбросил скорость и прямиком направил машину на бетонные блоки. Передние колеса и подвеску вырвало с корнем. Через 30 метров КАМАЗ остановился. Сообщается, что у машины отказали тормоза. В Чили прохожий едва не стал жертвой наезда легкового автомобиля. Войдя в неуправляемый занос, машина вылетела с трассы и направилась прямо на мужчину. Но тут заметил опасность и успел увернуться. В общем, родился в рубашке. По-другому о нем не скажешь. В аварии пострадали водитель и несколько пассажиров. На сегодня все. Увидимся в это же время ровно через неделю. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин